коллеги приветствую сейчас я проверю вышел ли я в эфир первый раз это был фальш-старт есть ли эфира и главное если я в этом эфире если вы меня видите и слышите то напишите пожалуйста в чате что вы меня видите а также слышите да вроде есть по крайней физиономия свою вижу я не знаю есть ли звук слышно меня напишите в чате слышно ли меня да все есть так коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях что произойдет получит подарок от вселенной также я напоминаю друзья что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий телесериала некоторые из вас уже пошли по ссылке оплатили мастерскую заняли место на курсе пока его не занял кто-то другой не ждите не тормозите скорее хватайте друзья мы с вами вчера говорили про три источника вашего сериала есть ли какие-то возникли ли какие-то вопросы у вас за этим 23 часа прошедшие с прошлого урока или если вопросов нет напишите пока все понятно я специально делаю включаю время от времени у вас вот это состояние осознанности чтобы вы как бы себя спросить так все ли я понимаю да вроде все понимаю или нет что-то я тут есть вопрос такой-то такой-то лучше лучше спросить сейчас чем бывает тоже человек думает что-то там про себя и думает что она вот так да что в песне поется бурглафа и так 20 лет и думает что поется бурглафа один раз спросил бы а что там поется такое у копа а что это такое а как словарь вот так вот мы мучаемся поем не то время есть окей народ подключается просто но раз мы с вами поговорили о трех источниках логично что мы сегодня будем говорить о трех составных частях так а если я женщина а мой герой мужчина сложно будет передать его чувства не вижу никакой проблемы абсолютно не существует такого закона запрещающего женщинам писать сценарий про мужчин точно также не существует закона запрещающего мужчинам писать про женщин да есть определенные различия между мужчиной и женщиной в том числе и физиологические в том числе и психологические но все-таки поверьте между мужчинами и женщинами больше об гораздо больше общего чем вам кажется поэтому вполне вполне можно женщине писать сериалы про мужчина мужчинам можно писать сериалы про женщин самое важное что хочется передать миру третий принцип что-то одно но в разных сценариях мы будем передавать разные идеи посыл но да разумеется и я бы больше так больше сказал что по мере того как вы будете писать сценарий вот эти мысли которые вам хочется передать они у вас тоже будут меняться как ни странно то есть то что казалось вам бы то есть сценарии сценарное мастерство это помимо всего прочего это некий инструмент саморазвития это одна из немногих деятельности человека которая самой природой своей предназначена для саморазвития поэтому ну естественно вы тоже будете меняться но и с другой стороны есть авторы которые всю жизнь всеми своими проектами что-то одно и то же говоря вот есть одна какая-то мысль человек всю жизнь разными способами ее доказывает есть такие авторы авторы одной одной идее поэтому тоже вполне вполне почтенные занятия как говорится если у тебя есть одна хорошая мысль зачем тебе думать какие-то другие и так три составных части первое это контекст или это материал из которого сделано ваша история то есть то из чего мы ее создаем из чего мы ее лепим и вот этот материал этот контекст что это такое ну это место и это время которое происходит действие ну логично предположить что для того чтобы история была интересной нам нужно выбрать какое-то героическое время то есть нам нужно выбрать какое-то время когда происходит какая-то вселенская заварушка происходит какая-то война происходит какая-то революция происходит какой-то залить или криминала а или это может быть время обычная да но выбираете какое-то героическое место например балтимор времен нарковой да как в сериале прослушка время там плюс-минус наш да да но место выбрано такое героическое или сериал медичи до время какое время война между городами это когда все со всеми воевали милан воевал с пизой пиза воевала со флоренцией флоренция воевала с римом и так далее основание сериал foundation гибель мира вообще да и вот на фоне этой гибели мира создается какой-то новый даже если берется какое-то время которое ассоциируется с некий с неким застоем да там условно говоря действие происходит в брежневском застое все равно выбирается тогда какая-то категория людей которые заняты какой нибудь движуха там расследует преступление маньяка как то есть везде болото но вот в этом месте происходит что-то героически появился какой-то маньяк убийца и соответственно какие-то герои с этим маньяком сражаются ловят его но естественно самый простой способ это выбрать место и время где происходит что-то интерес какая-то трансформация как это разрушение чего-то и создание чего-то нового и вот в этом бушующим мире для того чтобы сериал заработал нам надо чтобы вокруг нас бушевала какая-то жизненная будет а у нас здесь в нашем сериале происходит как существует какой-то ограниченный уютный мир которым можно на время спрятаться от перемен то есть да у нас происходит отражение какой-то этих перемен какой-то есть какой-то макрокосм да где происходит бушевание и мы это микрокосм отражение этого макрокосм да то есть это какой-то монастырь во время чумы до больница космический корабль остров вокруг бушует море а на острове люди переживают какие-то приключения до комната на бейкер-стрит вокруг лондон захвачен криминалом профессор мариарти воюет в полиции людей убивают на улице а здесь в бейкер-стрит на бейкер-стрит доме 222 без я был там кстати камин значит и два джентльмена сидят и курят сигары или трубки курят глядя на камин и попивая какой-нибудь бренди это важнейшая часть мифа о шерлоке холмсе это вот эта уютная комнатка с горящим камином и возле которой до 2 джентльмена сидят и сидят или попивают что такое и покуривают причем формально это может выглядеть неуютно да например там попал прослушки подвал который выделили группе неудачников полицейских да то есть там сюжет как строится отбирают самых отстойных полицейских дают какому-то боевитому начальнику чтобы его потопить дают им какой-то подвал и дают невыполнимое задание и они уютно обустроивают этот подвал собирают себя превращать неудачников супергероев до используя их сильные стороны там очень круто это сделано да и в конце концов начинают и начинают выполнять там одну задачу за другой очень важно что вокруг бушует балтимор да а здесь у нас уютно горит настольная лампа до чайок или там еще что-то размешивается и вот сидят сыщики обсуждать вот сериале это соотношение огромного бушующего мира и чего-то уютного здесь это театральная вообще история да то есть это это театр да то есть дни турбины снаружи бушует гражданская война а здесь зеленый абажур да и мышлоевский что пьяный флориосиком припираются то есть вот этот уют одинаково важны оба элемента и бушующему мир снаружи и уютный мир здесь да то есть людям должно хотеться там находиться и при этом скажем по аудиториям на которые направлены истории там очень интересный получается такой разброс что южане очень любят люди которые живут в южных что называется широтах да в теплых широтах они очень любят смотреть уютные скандинавские сериалы дачу где такое всякое где на улице полярная ночь бушует до снег а вот мы здесь сидим и у огонька сидим греться южане очень любят эти сериалы очень хорошо смотрят а северяне они наоборот очень любят лофт да то есть сериалы где показывают вот просто даже приятно визуально да когда у тебя на улице зима у тебя и так зимать не про зиму смотреть не хочется а тебе показывают теплые бунгало через открытую при открытую дверь видно звездное небо да бушует там где-то море шумит вот и светло солнечно тепло и так далее так далее да то есть люди хотят от жары спрятаться в холоде от холода спрятаться в жаре и вот наличие этого контраста она очень хорошо хорошо стабилизирует историю вот что касается места и времени сочетание бушующего мира снаружи и уютного мира внутри понятно ли эта мысль если понятно напишите что понятно если есть вопросы то задайте вопросы даже если мы посмотрим там не знаю на сериал друзья да там снаружи бушует нью-йорк там черти что происходит голый мужик голый сосед там что-то в окно высовывается здесь уютные ребята сидят пью чай джоу и ест утку то может ли быть так что времена наши не героические на в жизни персонажи это какие-то важные придал конечно нужно естественно да может могут быть я сейчас расскажу там самые разные варианты с сочетанием ок идем дальше 2 герой 2 элемента первое это место и время где происходит сериал теперь что касается герой вот очень часто бывает так что про героя говоря так насколько силе он бушует снаружи вам как процентах обозначить или чем у нас в чем у нас сила сил у нас в джоулях до или в джоулях работы я не помню сила у нас в чем измеряется вот сколько кило кило чего-то должно быть или в тротиловом эквиваленте вам силу обозначить как нам как мы сил как измерить силу бушевания снаружи необходимой для сериала не знаю как ну сильно должно сильно бушевать перда вот сколько ампер должна должна быть джедаев давайте джедаев измерять сколько джедаев должно быть я думаю не меньше десяти тысяч джедаев должен снаружи снаружи были пушевать так значит что касается героя самая большая ошибка которую очень часто делают начинающие сценаристы прямо заявки садятся и пишет мой герой обычный программист из москвы еще и зовут его как правило макс а вот сразу же сразу нет вот сразу нет обычный бухгалтер из москвы или обычный программист из москвы сразу же нет вы сразу же написали сериал на корзине то есть и здесь парадоксальная такая немножко история вот смотрите в кино чем кино отличается от сериала и но эта история которая рассказывается за полтора часа ну за два часа за три часа сейчас был тренд на увеличение времени сейчас прокатчики прям бешен и сопротивляются и гнобят производители говорят все вы достали со своими трехчасовыми фильмами давайте откатываться обратно к полутора часовому кино и начинается новый тренд на то что все-таки экранное кино будет по полтора часа это пока это незаметно невооруженным глазом уже в следующий производственный цикл вы этого это заметить через два года вы заметите что фильме стали короче помените мое слово скажите о дядя саша помните тогда говорил что фильме станут короче да они стали действительно так вот фильм эта история про героя который идет какой-то цели и эту цель либо достигать либо не достигает и на этом история заканчивается в сериале другая история да то есть нам за у нас нет задачи рассказать историю за полтора часа закончить эту историю то есть в сериале нам надо создать вечный двигатель а у нас задача сделать так чтобы историю можно было рассказывать бесконечно вот а для этого нам нужно собрать какое-то количество людей закрыть их каком-то помещении заставить их между собой ругаться достаточно долгое время а то есть нам надо сюжетно организовать так что какое-то количество людей оказались на корабле в тюрьме школе на курсах английского дома в гостинице в больнице чтобы они где-то собрались и они должны были сюжетно держаться вместе и между ними что-то должно происходить не должно быть так что они собрались для того что ну может быть такое что там на каждый сезон ставится одна цель новая закончили цель задать решили задачу и следующий сезон следующая задача одного преступника нашли то второго преступника нашли третьего преступника нашли такой тоже может быть но в целом да это должна быть такая такой вечный двигатель и вот дальше начинается начинаете нюанс во первых там что касается героев обычный пирог дело в том откуда вообще взялась такая концепция обычных героев маленьких людей дело в том что литература наша литература 19 века она занималась героизацией вот этих маленьких людей начиная с карамзина да и крестьянки любить умеют а как я как и вичи да мы все вышли из гоголевской шинели бедные люди достоевского и так далее так далее но фишка в том что все эти авторы не они не описывали маленьких людей они брали маленького человека и увеличивали его надували его до размера герой они не просто описывали жизнь маленьких героев они маленьких героев делали большими создавали там трагедии трагедии шекспировского античного накала накала вот то есть если даже мы посмотрим на того же а как я как и вичи да это титан это не маленький человек это титан и супер герой который совершил подвиг накопления огромной суммы денег из крошечного жалоба там есть любимый мой кусок которая часто перечитываю где описывается собственно как он эти деньги к вот это самый героический кусок во всей этой повести и в финале мультфильма норштейна шпинель он писал об этом книге в своей не видел не видел сам а как я как и вич ложился огромная как я как и вич ложился на петербург и накрывал его собой и засыпал и город засыпал под этим а каким какой вам там маленький человек супер титан а вот поэтому нам нужно найти героя какого и здесь есть два варианта один вариант это ярко выраженный главный герой да то есть и в сериале вполне может быть ярко выраженный главный герой то например сериале шерп там все понятно а там главный герой шерп я ли прослушка главный герой макналти он может уходить куда-то на задний фон в каких-то сюжетных линиях но в целом для нас этот сериал ассоциируется в основном с макналти теория большого взрыва шелдон купер да то есть тоже как ни крути все равно вот вы из этого сюжета шерлока вы не макналти вышел шелдона купера все история разваливается по моему кстати говоря в прослушке там есть один какой-то сезон или два сезона там в конце где макналти там на задних он убран и и теряется интерес теряется его в какой-то момент увольняют из полиции такого или есть другой вариант а то есть есть ансамбль героев ансамблевый герой а такой составной герой в котором нет ярко выраженного одного героя а например в сериале друзья там они все равноправны нужно спорить об этом да можно говорить что ну нет ну все-таки чандлер там побольше как я бы поспорил с этим да то есть ну джоу с джоу и они по моему абсолютно равноправны да то есть там три мальчика три девочки они более или менее равноправны сериалы типа си сайт да где вообще там ты не можешь различить персонажей там они актера заменили персонажа заменили ничего не изменилось как я встретил вашу маму тоже там есть структурно как бы главный герой от имени которого идет рассказ но там тем не менее если посмотреть количество сюжетных линий там все герои равноправны при этом да то есть вот два варианта может быть ярко выраженный главный герой может не быть ярко выраженного главного героя все герои равноправны при этом от жанра это не зависит то есть может быть и комедия с ярким главным героем и может быть комедия с ансамблем может быть детектив с одним ярко выраженным героем да как шелла и может быть там ансамблевый герой например веса но Но я советую выделять все-таки, да, особенно первый сериал, который вы делаете, да, советую выделять одного главного героя, потому что структурно проще подключиться зрителям к одному герою, чем рассеивать внимание на всех. То есть у начинающего автора может не хватить мастерства просто для того, чтобы поддерживать достаточно интересные, равноправные сюжетные линии для всех. Вот, поэтому лучше выбрать одного главного героя. Насколько понятна эта мысль? Понятно ли эта мысль? То ансамблевый есть герой, да, такой коллективный персонаж, есть ярко выраженный главный герой. И я советую для первого, по крайней мере, сериала своего, брать яркого главного героя, потому что, ну, с ним проще. Так, да, вот Modern Family, кстати, тоже классический пример. И там, кстати, с самого начала, с первого же пилота, там все герои, все сюжетные линии равноправны. Даже не... Нет варианта, чтобы кого-то из них считать главным героем. Понятно. Идем дальше. Теперь давайте посмотрим, как из чего состоит главный герой. В свое время, когда я только-только разрабатывал систему, ну, вообще пытался понять, как все это работает, книг никаких не было, учебников никаких не было, да, и приходилось, в числе прочего, приходилось вводить свою какую-то терминологию. Вот тогда я ввел модель станции. Давайте просто, чтобы мне понять, насколько подробно надо рассказывать, кто из вас знает, знаком с моделью станции. Или кто, если впервые слышите, напишите, впервые слышу. Так, если герой – животное, это будет сразу большое усложнение для съемки? Да, безусловно. Особенно, если это кот. У Трюфо есть, у него есть фильм, такая «Американская ночь» про киношниках, и там замечательно, показано, как котика заставляют, заставляют котика пить, пить молоко из миски. С табаками немного проще. Да, вот один тут у Петра знает. Наталья знает, Ада знает. Так, окей, хорошо. Значит, вот эта модель станции. Я, ну, почему я придумал это слово «станция», значит, у меня плохая память очень, вот, и у меня был случай, когда меня позвали на телевидении, этот ролик можно найти в интернете, значит, и меня там спрашивают, как писать детективный стиль сериал, и я говорю, там, есть четыре правила, четыре главных правила детективных сюжетов. И я говорю, там, первый сюжет, второй сюжет, третий сюжет, и понимаю, что у меня вылетело из головы, что я четвертое хотел сказать. Вот, и я сделал вид, что вот это вот четыре. Вот, и чтобы больше в просаг не попасть, я стараюсь придумывать какие-то вот такие мнемонические упражнения. И, значит, вот «станция» не забудешь, что «станция». И мне, кстати говоря, очень забавно бывает, когда там кто-нибудь начинает говорить. Люди же думают, что я пересказываю западные учебники, да, что совсем не так. Вот, и бывает забавно очень, когда кто-нибудь там говорит, да, вот есть Кэмпбелл, он написал модель «Путь героя», там, 12 шагов, и начинает там мои 12 шагов пересказывать. Мне очень смешно, потому что у Кэмпбелла совсем другая модель, и там шагов 17. Вот, то есть моя модель не является пересказом Кэмпбелловской. И тоже, когда кто-нибудь говорит, что вот, дескать, американские сценаристы учат тому, что у героя должно быть сокровище, тайны, недостаток и цель, да, модель «станция». Ребята, по-английски «станция» — это «station», там другое совсем, там другие слова, о чем вы говорите. Вот, итак, «станция». Значит, я смотрел, изучал разных героев и пытался понять, что у них общего есть. И считается, и как бы очень часто, кстати, даже опытные мастера говорят, что зритель должен быть похожим на героя, да, или герой должен быть похожим на зрителя. Это неправда совершенно. На самом деле, да, зритель должен узнавать себя в герой. Нет. Зритель должен хотеть быть похожим на героя. То есть вот это самое важное, да, что герой должен обладать чем-то, что заставляет зрителя герою завидовать. То есть вот только в этом случае происходит подключение к герою. И к Акакию Акакевичу мы подключаемся не в тот момент, когда он переписывает бумажки, а в тот момент, когда он копит огромную сумму денег из своего жалования. Потому что мы этого не можем сделать, и мы его силе воли вот этой завидуем, и мы к нему подключаемся. Вот. Был забавный случай, я тоже его очень люблю, что когда я это сформулировал, написал в ЖЖ, и мне кто-то в комментах написал, что типа Александр, что же вы считаете, что я хочу быть похожим на героя фильма «Молчание ягнят» Ганнибала Лектора? Вот. И я ответил, что вот так хотите быть похожим на Ганнибала Лектора, что игнорируете тот очевидный факт, что главным героем фильма «Молчание ягнят» является Клариса Старли. Вот. Поэтому, да, конечно, хотите. В этот момент вы, если вам нравится фильм, есть люди, которым эти фильмы не нравятся, значит, они не хотят быть похожими на Ганнибала Лектора. А те, кто нравится, те, кому нравится фильм про Ганнибала Лектора, они хотят быть похожими на Ганнибала Лектора. Вот скажите, пожалуйста, друзья, я сейчас спрашиваю тех людей, которым нравятся фильмы про Ганнибала Лектора, как вам кажется, каким свойством Ганнибала Лектора вы хотите обладать? Напишите комменты. Предположите, в чем вы хотите быть похожим на Ганнибала Лектора, только честно. Я уверен, что никто сейчас не напишет «я хочу есть людей». Интеллектом. Магнетическим влиянием на людей. Хладнокровием. Предозволенность. Ум. Асоциальность. Контролировать ситуацию. Интеллект. Интеллект. Согласитесь, вот вы описываете свойства, и мы видим реально крутого героя пофигизмом. Да, ну, я понимаю, что, скорее всего, вы имеете в виду не таким вот раздолбайским пофигизмом, да, а пофигизмом в значении, там, Алистера Кроули, да, такого. Твори свою волю. Вопреки любым авторитетам. Да, то есть, это благородство, да, профессионализм. У него есть свой кодекс чести определенный, да, он благороден. Он, естественно, высоко профессионален, да, то есть, если бы мы искали какое-то что-то, какое-то определение, которое включало бы все это, я думаю, что можно было бы сказать, что он харизматичен, да, очень харизматичен. И, соответственно, именно вот это нас и привлекает. Смотришь, и глаз невозможно отвести. Да, как в сериале «Наследники», там, Роган, Роган, Логан Рой, да, главный герой, да, он очень харизматичен, он написан как харизматичный герой. Поэтому вот мы к такому персонажу мы подключаемся, естественно. И вот это свойство, которое есть у героя и которое хотел бы получить зритель, я называю его сокровищем. Да, то есть, есть какое-то сокровище у героя. И это то, что отличает его от других людей. И если вы увидите, посмотрите на любого интересного персонажа, у них, у каждого есть какое-то сокровище. Да, то есть, у Шерлока Холмса есть его дедуктивный метод, у Супермена есть его, там, способность летать, стены пробивать и так далее, и так далее. У каждого есть какое-то сокровище. И вот если у вас герой обычный бухгалтер или обычный программист, нужно ему придумать какое-то свойство, которое его отличает от всех остальных. Да, обычный бухгалтер, но в уме может доказывать теорему фирма за три секунды. Да, там, суперинтеллектом обладает, например. Или может предметы двигать мысльно. Ну, не знаю, что, да, то есть, что-то, что делает его интересным. Дальше. Когда мы только начинаем знакомиться с персонажем, неплохо, если у него есть какая-то тайна. Без тайны можно обойтись, но тайна – это хороший способ подключаться к персонажу. То есть, если, наверняка вы видели такие сцены, когда вначале показывают какого-нибудь там молодой детектив приходит служить, значит, ему показывают на его напарника и говорят, только не спрашивай у него, что случилось с его предыдущим напарником. Или только не спрашивай, что случилось с его женой. Да, то есть, тайна – это не что-то, что мы не знаем. Тайна – это что-то, что нам показывают и говорят, мы этого не знаем. Да, он все время молчит. Почему? Это случилось два года назад. Мы не знаем, что произошло, но после этого случая он вдруг начал двигать предметы мысленно. Да, то есть, что-то произошло. То есть, мы показываем на что-то и вешаем крючок. Вешаем, интересно, да. Мы что-то, мы про этого героя не знаем. Вот, иногда с этим можно играть, да, что зритель не знает, а, например, герой знает, а зритель не знает, или потом зритель знает, а герой не знает эту тайну. Да, то есть, там могут быть разные варианты. Короче, тайна – это самый простой способ сделать героя сходу интересным. Даже если вы не фиксируетесь на этом, если у вас просто появляется какой-то загадочный человек, он сам по себе тайный. Да, то есть, мы не знаем, что это за странный чувак, который идет и, там, из пистолета убивает людей, да, как хороший, плохой, злой, да, там, герой без имени. Он появляется, и нам сразу становится интересным, кто он такой, а куда он пришел, а куда он идет, а чего он хочет. Возникают вопросы. Дальше. Хорошо, если у героя есть недостаток. Тоже есть герои без недостатков. Это сценаристы издевательски называют их, если это мужчина, его называют Мартин Сью, если это женщина, ее называют Мэри Сью. Мэри Сью – это такая героиня, которая встает на свои длинные ноги, идет, и все в нее влюбляются, и все у нее хорошо. Такая Анжелика Маркизангелл. Хотя нет, неудачный пример. Там ее все время насилуют. Такая вот, ну, принцесса такая. Вот. И бывает интересно очень тоже. Это уже и сценаристы все это знают. Мы живем в эпоху постмодерна, уже все мы это понимаем. Вот. И был такой сериал, я его видел и под названием «Ферзевый Гамбит», и еще как-то он там несколько названий. Я не помню просто, как он в оригинале называется. Где-то года два-три назад он по Netflix шоу про девушку-шахматисту. И там вот героиня, она чистая Мэри Сью. Вот чистая Мэри Сью. Героиня без недостатков. Вот. И там в сцене, куда-то ее в детский дом, в приют какой-то отвезли. И там, значит, зовут какую-то девочку. И ее зовут, и девочку называют Мэри Сью. Вот. То есть это такой привет сценаристы, знающим языкам. Нет, 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 нет. Вот ты подумал, что она Мэри Сью, наша героиня. Нет, она не Мэри Сью. Вот Мэри Сью. Вот. Это очень смешно. Так вот, герою лучше дать недостаток, да. То есть дать этот самый... Да-да-да-да-да-да. Она потом, дальше она становится наркоманкой. Дальше у нее появляется недостаток. То есть нам так показали, и это очень грамотно сделано, на самом деле, очень точно. Вот. И Шерлок Холмс, да, там Шерлок Холмс, все понятно, да. Он тоже наркоманин. Ахилец, ахилесовая пята, да. Супермен боится криптонита и так далее, так далее. Да, то есть у хорошего, интересного героя должен быть какой-то недостаток по ключевой компетенции, чтобы у него возникали, могли возникать проблемы какие-то. Чтобы мы за него боялись. Иначе, если он, ну, герой без недостатков, абсолютно защищенный от любых проблем, нам за него не страшно. Ну и, наконец, у героя должна быть цель. Это отдельная большая тема. У нас в мастерской там мы... Там отдельно... У нас целое отдельное занятие посвящено только цели. Мы там смотрим на внешнюю цель, на внутреннюю цель. Я сейчас просто не буду на этом углубляться, в это дело углубляться, потому что, ну, действительно, это там отдельная целая большая тема. Но для того, чтобы хотя бы понимать, что имеется в виду, я в свое время сформулировал там четыре основных вида цели. Это спасение, да, спасение себя, спасение родных, спасение близких, спасение страны, спасение кого-то, спасение себя. Значит, деньги, слава, материальные блага какие-то, любовь и месть, спасение, любовь, деньги, месть. Вот эти четыре основных цели, они закрывают 90% целей персонажей. При этом в сериале у нас с вами задача сделать, либо придумать такую цель, чтобы она была долгоиграющая, да, как, например, в сериале Кости, там, героиня пытается разгадать смерть своих родителей. Фокс Малдор пытается разгадать тайну пропажи своей сестры, да, есть длинная цель, которая разгадывается все это время. И есть короткие вертикальные цели, там, сегодня такая задача, завтра такая задача, да, то есть меняются по ходу цели, но есть вертикальная одна цель на всю историю. Либо делается такая цель, которая недостижима в принципе, да, например, нужно искоренить зло, да, или человек, там, не знаю, как Бэтмен, да, вот у него убили кого-то, там, не помню, или Человек-паук тоже, там, кого-то из родственников убили, и вот он мстит за, мстит злу за смерть своих родителей. Он уже давно нашел убийц, все, отомстил им, но все никак не может угомониться, потому что он борется со злом вообще, да, и он злодея побеждает, а зло продолжает жить. И сколько бы он злодеев не победил, зло снова и снова голова как гидр отрастает, и можно бесконечно рассказывать эту историю. Злодей за злодеем появляется. То есть наша задача придумать либо такую большую цель, которая была бы труднодостижима, и мы могли бы тянуть ее на несколько сезонов, не теряя интереса, либо придумывать новые цели в конце каждого сезона, да, как, например, там в сериале «Сыны Анархии», там в каждом сезоне новый враг, и они с новым врагом сражаются, в конце его побеждают. Либо придумать такую цель, которая была бы недостижима в принципе в обозримом будущем. И герой к ней идет, идет, и она вроде как приближается, но никогда не приблизится до конца. Насколько понятно вот эти характеристики героя? Сокровище, тайна, недостаток и цель. Станция. То есть для того, чтобы герой был интересен, мы его сажаем на станцию. Как много нужно закладывать привлекательных свойств сокровищ героя, чтобы не переборщить? Одно. Одного достаточно. В описании героев. Чего он хочет? Кто ему мешает? Какие неожиданные действия он совершает? Какой результат? Это только для главного героя? Нет, это только для главного героя. То есть если у нас есть главный герой, ярко выраженный, то мы это только для главного героя описываем. Если у нас коллективный герой, то они все вместе стремятся к какой-то цели. У нас есть команда героев, которая расследует преступление пингвина. Может ли быть две цели одновременно? Спасение и деньги. Очень хороший вопрос. Значит, может ли быть две цели у героя? Может. Действительно может. И вообще чаще всего в хорошей, действительно хорошей истории у героя две цели. И есть внешняя цель. То есть цель, которую человек воспринимает как свою внешнюю, как свою цель. Например, цель разбогатеть. Но в процессе движения к цели герой понимает, что эта цель на самом деле его не сделает счастливым. И что у него есть какая-то другая цель, внутренняя, скрытая от него самого цель. И он понимает, что на самом-то деле мне не деньги были нужны, а любовь, да, или дружба была нужна, или творчество. Ну или спасение тоже такое может быть. Да, когда человек деньги уже все заработал, но понимает, блин, и вот они деньги, а мне уже умирать приходится из-за этого. Зачем? И у него выбор, либо схватить этот мешок денег и погибнуть вместе с ним, либо бросить этот мешок денег и остаться вживую. И может быть герой, который выбирает деньги и гибнет. Да, как голуб, который вместе с кольцом упал в жерло вулкана. Вот. Естественно, мы это воспринимаем как поражение. То есть, если герой выбирает внешнюю цель, он проиграл. Если герой выбирает внутреннюю цель, он выиграл. Даже если у него цель спасения, а внутренняя цель любовь. И он в итоге жертвует своей жизнью ради любви. Он в итоге побеждает, даже если он гибнет при этом. Мы воспринимаем его как победившего. Хорошо, теперь идем дальше. Что еще? Нам надо сокровище, тайна, недостаток, цель. Нам надо как-то описать свой персонал. И самые простые описания – это три характеристики. Первый – это возраст. К герою моложе мы подключаемся охотнее, чем к герою старше. То есть, я советую героев делать, если сюжетно это возможно, я советую их делать помоложе. Условно говоря, героев 25 лет, 25-летнему герою может подключиться любой персонаж. Хотя сейчас тоже идет определенная борьба с рейджизмом. И плюс есть еще один нюанс, что актеры становятся узнаваемыми, им нужно время для того, чтобы стать узнаваемыми. И, соответственно, для того, чтобы приобрести статус звезды уровня Лео Ди Каприо, нужно 20 лет в кино работать. Начиная с 15 лет. И в итоге только к 40 годам герои приобретают такой уровень узнаваемости невероятный. И в итоге появляются герои постарше именно из-за этого. Но в целом я советую все-таки ориентироваться на молодых героев, условно от 25 до 40 лет. Кроме детей, вот детям все равно. Дети одинаково легко подключаются и к персонажам детям, и к персонажам взрослых. То есть дети легко смотрят фильмы про взрослых. Взрослые фильмы про детей смотрят не так охотно. Дальше. Имя. Вот смотрите. Имя – одна из таких сложных. Ольга. Тайный недостаток. Цель о сокровище что? В смысле? В чем вопрос? О сокровище что? О сокровище сокровище. Значит, имя персонажа – это никогда не просто так. И очень часто бывает так, что люди, начинающие авторы, начинают сочинять какую-то историю, и у них появляется персонаж, герой – герой. Любовница – герой зовут любовница. Директора зовут директор. И маму зовут мама. Я говорю, так, стоп. Первое – дайте им всем имена. А не получается дать. Они что-то вот никак не называются. Не могут назвать. Не поворачивается язык. Но это значит, что вы их не видите просто. Вы их не знаете, не чувствуете. Когда вы дадите имя персонажу, вы с ним установите личные отношения. Причем очень часто бывает так, что у людей свои ассоциации с определенными именами. Например, я у себя обнаружил в какой-то момент, что у меня герой, который мое альтер-эго в тексте – это всегда Андрей. Непонятно почему. Я даже не могу вспомнить. У меня были вообще знакомые Андрей. Ну, вот так повелось с давних времен, с первого моего романа. Там герой, главный герой – Андрей. И там девушка, если это Оксана, да, то это девушка такая, девушка-мальчик такая, с маленькой грудью в кожаной куртке, с стрижкой короткой, да, такая черная брюнетка, которого такая, с цигаркой в зубах. Если это Ирина, то это такая строгая начальница, высокая такая, худощавая, властная. Если это Валентина, то это такая мягкая женщина. Оля, ну, такая толстушка, такая веселушка, да. То есть вот имена разных персонажей, они для каждого ассоциируются с чем-то, каким-то характером определенным. И дальше вы эту свою характеристику, вы ее вносите в текст. И у вас персонаж, он так и начинает вести, как вы его описываете. Вот. Иногда, просто обозначив имя персонажа, вы можете легко поменять ему характер. Да, то есть, вот, например, персонажа зовут Иванов. Это один характер. Персонаж зовут Матвей. Да, другой совершенно характер. Персонаж зовут Олег. Это, там, третий характер. Персонаж зовут Игорь Борисович. Согласитесь, Олег и Игорь Борисович – это два разных героя. Сразу же, прям, ну, лица даже другие возникают. Персонаж зовут Алекс Домберг. Да, там, третий персонаж какой-то. Персонаж зовут Бугор. Да, тут сразу видишь такого бритоголового какого-то бандита, да, который, там, на фене разговаривает. Персонаж зовут нейрокорректор. Да, сразу понятно, что это какой-то, да, безымянный, безымянный робот из киберпанка какого-то. Вот. То есть, имя персонажа – это всегда часть его характеристики. Именно поэтому, кстати говоря, я, как бы, шутку про это говорю, да, что, если, как понять, что сценарий плохой. Ну, если главного героя зовут Макс или Дэн, вот это самые распространенные имена для героя. Все, сценарий плохой. Почему? Потому что Макс и Дэн – это такие, как бы, русские имена, которые звучат по-западному. Вот. И поэтому начинающие акторы, они очень часто именно эти два имени почему-то используют для главного героя. Вот. И самое смешное, я как-то обсуждал, я написал пост про это в фейсбуке, мне написал кто-то Влад Пастернак, по-моему, продюсер, написал, что говорит, я типа, у нас ридерам там сказано, что если персонаж зовут Макс или Дэн, сценарий сразу будет в корзину, не читая, значит, не тратя время. Вот. Поэтому, вот видите, не делайте главных героев Максами и Дэнами. При этом я ничего совершенно не имею против этих имен. У меня сына зовут Максим. Вот. Поэтому, ну, замечательные, прекрасные имена. Назовите его Максим. И все будет работать нормально. Дальше. Внешность персонажа. Значит, не всегда мы описываем внешность персонажа, да, то есть, естественно, вы можете, там, как я, у меня в пьесе «Убийца», там у девушки прическа корей. Сколько я видел постановок, и ни разу не было, чтобы у актрисы была прическа корей. Вот. Поэтому, как вы видите персонажа, и как его увидит режиссер, ну, это совершенно там большая разница. Но для себя мы должны понимать, как он выглядит. Потому что, понимая, как он выглядит, вы понимаете, как он действует, как он двигается, как он говорит. И блондинка или брюнетка в кино – это не характеристика внешности. Это проявление характера. То есть, если вы пишете, что героиня блондинка, это краска, которой вы закладываете какое-то внешнее проявление характера. Да, она может быть… То есть, что это такое? Ну, это такая легкость. Да, и она внешне, она будет восприниматься как легкая. Ну, не глупая, да, но легкая. И, естественно, есть куча там постмодернистских игр с этим связанная. Да, есть фильм «Блондинка в законе» и так далее. Понятно, что мы уже там каждый штамп обыгран тысячу раз. Брюнетка – это там скорее женщина вам. Вот. Рыжая – там скорее ведьма такая. И вот это все, да, то есть, если вы прям настаиваете, что она рыжая, в тексте говорится, что она рыжая, в диалогах говорится, что она рыжая, бюджетные линии какие-то построены, связанные с тем, что она рыжая, да, она вести будет у вас. Даже если вы будете, она будет, не знаю, интеллектуалка, она все равно вас будет вести как рыжая себя. Да, потому что эта рыжесть, она будет все время в характер ее проникать. Либо вы будете с этим бороться, и она будет бороться с этим. Она будет такая, да, я рыжая, но я не по характеру, я не рыжая. При этом, естественно, сразу хочу сказать, что жизнь никоим образом никакой связи между цветом волос и характером не имеет. Другое дело, что есть люди, которые, допустим, специально красят волосы в фиолетовый цвет, например. Или там брюнетка, красят волосы в белый цвет. Это значит, что человек чувствует себя так. Иногда бывает, человек в течение жизни меняет цвет волос. Например, у меня жена, когда мы с ней познакомились, она была блондинка. Сейчас у нее такой более темные волосы. Ну и характер изменился вместе с цветом волос постепенно. То есть, это как бы некая... Человек почувствовал себя по-другому. То есть, вот важно, чтобы вы понимали, да, характеристики персонажа. Это сокровище, тайный недостаток и цель, возраст, имя, внешность. Понятно ли это? Если понятно, напишите, что все понятно. Если есть вопросы, то задайте вопросы. Так, пока вы пишете, значит, какие у нас есть варианты? Какие есть сочетания? Значит, мы берем... Есть варианты, да, то есть у нас есть мир, у нас есть герой. И теперь мы начинаем их сочетать, начинаем с ними играть. Например, у нас может быть необычный мир и необычный герой. Да, например, действие происходит... Сейчас, ребят, кто-то мне звонит в дверь. Я сейчас встречу, это, наверное, жена приехала с ребенком. Вы пишите пока. Да, есть. Идем дальше. Необычный мир, необычный герой. Космос, например. Необычный мир, необычный. В космосе инопланетяне. Необычный мир, необычный герой. Фэнтези. Необычный мир, необычные герои. Например, у Толкиена. Фэнтезийный мир и герои, эльфы, гномы и так далее. Дальше. Может быть необычный мир, но обычный герой. Например, сериал миллиарды. Биллионс. необычный мир мир финансовых трейдеров не все что-то знают про этой мир а внутри обычные персонажи обычный набор персонажей мыльной оперы стандартно но при этом возникает ощущение что мы смотрим какую-то историю про него жителей они абсолютно какой-нибудь как удалось сериал возьмите вы увидите то же самое что все я любили вот утренние шоу тоже самое необычный мир до мир телевидения за кулисы телевидения и обычные персонажи а как бы в необычном мире видим самых обычных самых обычных мелодраматических персонажей может быть обычный мир но не обычные герои да например сериал boys обычный мир но в обычном мире супергерои существуют интересно интересно теория большого взрыва обычный мир необычный персонаж шелдон купер гений гений в быту что называется и может быть обычный мир и обычный герой как я встретил вашу маму обычный мир обычный герой сериал друзья обычный мир обычный герой да то есть не на героях там все строится история сериал girls девочки то же самое обычный мир обычный персонал хор гли то же самое обычный мир обычные герои секса дюкейшн обычный мир обычные герои вот может быть все это все эти варианты вы совершенно спокойно можете использовать дальше третий элемент это сюжет да то есть сюжет он про что кто такой сюжет да то есть если мы посмотрим на то как у сюжет устроен есть какой-то герой он что-то хотел он что-то сделал это действие его изменило я как-то спросил у нейросети какой сюжет самый распространенный в мире и ответ я получил такой история про героя который идет к цели и это действительно так большинство героев большинство истории это про одиссей возвращается домой а гамлет пытается вернуть себе тро и так далее так далее роман и джульетта хотят соединиться а в сериале сюжет построен не на результате а на процессе да то есть сериал это процессная история герой ищет убийцу никак не находят до ищет убийц 1 1 за другом за находит они никак не кончаются побеждает злодеев зло не побеждает то есть цель должна быть или трудно достижимой или недостижим или должна быть возможность обновлять цель каждый сезон то есть герои и мир в сериале важнее чем сюжет а сюжеты как правило в сериале стандартный а то есть там расследование преступления разрешение какого-то конфликта любовь дружба поиск себя да они все 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 на поверхности все довольно достаточно вот что касается сюжета то есть если у вас есть мир если у вас есть герои да дальше сюжет рождается сам сам из набора этих персонажей этих героев да то есть если например вы берете то есть в хорошей системе персонажей вы их только расставили как шахматные фигуры они сами начинают играть вам остается только записывать а например там условно говоря там есть два человека до 2 сотрудника одной организации старый и молодой все вот сразу понятно что с ними дело из-за чего они ссориться будут до из-за чего мириться где будет притяжение где будет напряжение все понятно и вот эти герои и мир в сериале они важнее чем сюжет вот это прям очень важная и вот три элемента сюжет герой мир герои и сюжет и четвертый элемент над ними над всеми до поверх всего этого времени четвертый да то что это все как бы накрывает собой да это идея сериала основная мысль которую вы хотите донести но вот примеры таких идей например сериал друзья главная идея которая рассказывается что когда ты уходишь от родителей и еще не завел семью друзья становятся твоей семьей да то есть это про дружбу про друзей которые становятся твоей семьей про жизнь в круге семьи своих друзей сыны анархии сериал если цель оправдывает средства то ты не достигнешь цели а сам станешь средством для кого-то другого вот эту мысль вы если вы ее понимаете если у вас есть герой если вы понимаете мысль вы понимаете как строить сюжет что будет происходить так для того чтобы эту мысль проиллюстрировать а понятно ли это то что я вам рассказал сегодня если понятно напишите что все понятно если есть какие-то вопросы то задайте вопросы я понимаю что я плотненько плотненько рассказывает и все не знаю успеваете ли вы за да точно пробили вас персонажи то обычно сейчас осознала это да из-за того что они помещены в необычный мир они кажутся необычные на самом деле обычный сериальный набор персонажей очень простой кстати говоря и сюжет сюжетные сюжетные линии там тоже очень просто сделаны пороге прямолинейно и так домашнее задание напишите где и когда происходит действие вашего сериала то есть сформулируйте опишите мир вашего себя дальше кто герой вашего сериала какие у героя сокровища тайна недостаток и цель дальше что делает герой для достижения цели и чем все заканчивается то есть к чему он приходит чем грубо говоря заканчивается сезон или чем заканчивается сериал а то есть к чему вы все это ведете не должно быть такого что есть вы всегда должны знать чем вы закончите и это не тайна то есть это не вы не надо интриговать редакторов до что а вы это узнаете если закажете мне сериал ну вам никто не будет заказывать сериал никто кота в мешке не купит ну а вот поэтому вы должны понимать к чему вы героями ведете да в процессе может конечно там конкретное сюжетное решение может поменяться и она может и в тайне хранится даже есть случай когда от актеров в тайне хранятся хранится развязка да но вы должны понимать собственно а к чему вы ведете про что вы хотите рассказать дальше как меняется герой в итоге да то есть в результате этого пути которую проходят в течение всего вашего сериала может вообще не меняется да может такое быть конечно какой-нибудь закон и порядок вообще никаких арок нет герой как пришел так и ушел да то есть он входит в сериал из никуда и в никуда и какова идея вашего сериала и самое главное как вы это показываете как вы будете в своем сериале идею вы уже писали да как вы эту идею будете показывать в сериале текстом это домашнее задание я написал в описании к уроку то есть вы можете ее перед глазами его видеть и соответственно все тексты самые пишите вопросы задавайте вопросы структура полного метра годится для сериала ли там своя хоть тоже очень хороший вопрос дни значит что такое структура полного метра по всей вероятности вы имеете ввиду путь героя да может быть сериал в котором используется структура пути героя для большой истории может быть несколько персонажей которые проходят каждый свой путь героя а например условно говоря там джон сноу проходил путь героя дадим да и нерас проходила путь герои да то есть там мог может быть несколько сюжетных линий каждый из которых проходит свою свою какую-то арку может такое быть также может быть сериал в котором вообще нет горизонтальной линии только вертикальные только детективной линии какие-то. Ну, или какая-то минимальная, может быть, минимальная горизонтальная линия. Вот. Такое может быть. А может быть, вот эта структура, она может быть вообще ослабленной. Я называю это прозаической структурой, в которой ослаблена вот эта интрига напряжения. Такое тоже может быть. Посмотрите, есть такой сериал, очень классный, я его очень люблю, он называется Оливия Китарич. Канала HBO. То есть, это такой условный арт-хаус, сериальный арт-хаус. И не так мало таких сериалов. Французский есть такой сериал Малыш Кен Кен. Вроде бы в начале есть детективная интрига, но она уходит в землю. Так, не совсем про цель и средства. Все равно все чей-то ресурс. Ну, ребят, давайте мы сейчас не будем, это философский вопрос, который нас никуда не приведет. Про сексуровища можно немного пояснить? Да, конечно, можно. А что именно вам пояснить? Ну, вы конкретный вопрос задайте. Что конкретно пояснить? Еще раз рассказать все, что я уже рассказал. Так, правильно ли понял, что хорошо, если в конце сезона сериала у героя появляется новая цель с заявкой на следующий сезон? Может быть и такое. Единственное, что... Смотрите, чаще всего, так скажу, что большинство сериалов, которые сейчас снимают, либо горизонтальные, либо вертикально-горизонтальные. И сюжетный вот этот крючок, клиффхангер в конце сезона, он всегда по горизонтальной линии, никогда по вертикально линии, всегда по горизонтальному. И здесь важно, чтобы этот крючок был... не повторялся, чтобы не было одного и того же крючка в конце каждого сезона. И он должен быть достаточно сильным для того, чтобы зацепить зрителя. Вспомните, какие мощные крючки были, особенно в первых сезонах в сериале Lost. И там каждый раз был новый крючок, они не повторялись. И люди такие, блин, ну нифига себе, а там свет зажегся. Вот он нашел какой-то бункер и пац, и там вдруг свет зажегся. И такие, ну ладно, ждем следующего сезона, интересно. А если бы это был однотипный крючок, да, каждый раз кто-то кричал в кустах. Да, и такие, да, опять кто-то кричит в кустах. А сейчас кто это? В прошлый раз это был зверь, а в этот раз это был дикарь какой-то, а в этот раз еще кто-то бог какой-то. Вот. Тогда, ну, будет неинтересно. Как в сериале Кости, тоже там классно очень. Значит, она искала своих родителей, там в конце одного сезона она нашла там Кости своей матери. В конце следующего сезона, ну, я не так точно, да, но там плюс-минус так же было. Там в конце следующего сезона она выяснила, что ее родители были бандитами. в конце следующего сезона. Она выяснила, что отец жив. Вдруг последняя сцена, ей звонит ее отец, который пропал, и говорит, перестань расследовать, будет плохо. Да, а потом в конце, там дальше еще, она выясняет, что они, оказывается, были не бандитами, они были ФБРовцами, которых внедрили в банду для того, чтобы они там что-то сделать. Ну, я уже там слабо. Но вот смысл такой, да, что по степи каждый раз новый крючок, тайна приоткрывается, 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 и каждое новое открытое тайны, оно меняет наше представление о том, что было раньше. Так, вопрос такой. На моменте идеи, когда есть герой и какое-то событие, как определить, чем это будет полным метром, сериалом или коротким метром? В основном я доверяю интуиции и пишу, что эта идея полный метр, а это сериал. Так ли надо делать, или есть определенные движения в одну форму? Надо смотреть, насколько у вас в истории есть потенциал бесконечной генерации сюжетных поворотов. То есть, если вы понимаете, что у вас сюжетные повороты иссякнут через полтора часа, то вы сериал из этого не сделаете. Значит, нужно либо найти способ бесконечно создавать сюжетные повороты внутри системы персонажей, да, то есть у вас есть система персонажей, и вы генерите повороты внутри сюжетные, а либо вы видите, что вам хватает материала на там несколько, может быть, сезонов или на один фильм. Скажем, вот был сериал Prison Break. Я делал, я был шоураннером второго сезона адаптации для первого канала, и я фанат первого сезона, он гениальный, он реально гениальный, да, то есть я помню, как мы смотрели эти серии, да, такой, типа, завтра вставать, ну давай еще серийку, ну давай еще, вот, оторваться невозможно было. Почему? Там гениальная идея, да, то есть, герой садится специально в тюрьму для того, чтобы вытащить из тюрьмы своего брата, и в конце первого сезона они сбегают из тюрьмы, и на этом, на самом деле, сериал закончен, история закончена, ее надо было на этом закончить, но сериал был настолько успешен, что его продлили на второй сезон, и дальше надо было думать, а что, собственно, с этим делать, вот, и когда меня Денис пригласил, вызвал на встречу Дениса Евстигнеев, продюсера, он меня, я ему первое, первое, что я ему сказал, что, и в заявке своей, кстати, написал, я показываю в этом самом, на курсе, я показываю заявку свою, по которой, собственно, меня и наняли, значит, я сказал, что нужно разбираться с целями персонажей, что мне не нравится, что у них цели в разные стороны, то есть, они убегают, и у них цели, у каждого цели в разные стороны, и за ними бежит один человек, они бегут все в разные стороны, а один человек за ними в разные стороны бежит, это очень странно, структурно, и дальше, опять же, если там вы присмотритесь что они делай делают авторы они это поняли в какой-то момент и они начали героев опять собирать вместе и это вниз не со всеми героями получилось там есть сюжетные линии как как у которой ответвление герою ходили и и пропадали просто вот их убирали вот и дальше там были попытки снова куда-то в тюрьму посадить в третьем сезоне там снова они бежали все это уже уже было интересно сериал уже деградировал так поэтому вот можно может ли можете ли вы сделать генерацию бесконечное бесконечного количества сюжетных поворотов так видимо я не поняла кого когда вы пока про сокровище говорю чуть я не понял там два человека про сокровище спросили я же подробно доставлю с вами про ганимала лектора говорили я вам рассказывал сокровище это суперспособность какая-то способность которая отличает человека от других персонажей хорошо есть друзья все тогда завтра мы с вами будем говорить про про систему персонажей про то как собирать систему персонажей домашнее задание надеюсь всем понятно тем ли понятно домашнее задание если понятно напишите что домашка понятно если есть вопросы то задайте вопросы да и напоминаю по-прежнему напоминаю что идет набор на сценарий сериала и если вы хотите писать все все равно пилот надо писать вот опять же мы сейчас общаемся там у меня подруга запускает проект я немножко там не консультирую вот кстати буду буду подбирать скорее всего у кого кого-то из моих учеников буду сценарист и подбирать на этот проект может даже кого-то из курса с этого возьму с будущего вот и ведем разговор с продюсером и он говорит да нужен заявка нужно нужен пилот нужен поселение сезона так что будем будем делать пилотов но вот мы как раз на на сериальном курсе мы как раз как раз пилот пишем что тоже бывает на самом деле вот там раньше запускали запускали проект из заявки но например вот валера федорович продюсер он он был у меня на на сценарной конференции он сразу всегда говорит что типа ребята заявка это ни о чем вот если сценарист способен пилот написать тогда ну нам есть о чем-то говорить а бывает так что заявка вроде бы нормальная до пилот вообще никуда вот а по пилоту всегда все понятно вот все равно нам надо уметь пилот писать и я когда что называется до того как ушел на тренерскую работу я всегда когда у меня было свободных это четыре дня свободные выдавались я всегда старался написать какую пилот очень любил писать пилоты что называется для себя без без заказа практиковаться хорошо друзья все тогда увидимся завтра урок также в два часа пройдет домашнее задание сюда комментарий пока пока